За благоустройство своей детской площадки жители вокзала боролись несколько лет. Они неоднократно принимали участие в конкурсах на соискание грантов. Но первые попытки не увенчались успехом. Комиссия выявляла в проекте недочеты. И вот в третий раз удача бичанам все же улыбнулась. Мы хотим на нашей детской площадке, которая находится между домами за детской поликлиникой, организовать небольшую площадку, где установить уличные тренажеры. Впоследствии, конечно, мы замахиваемся еще и на мини-футбольное поле, но пока вот только уличные тренажеры. Двор у нас активный, жители очень активные, они помогут. Кто-то принесет, как говорится, лопаты будет разгребать, кто-то 50 рублей принесет. То есть помощь от всех будет. В числе победителей и коллектив детского сада номер 83. Инициативная группа представила проект «Остров спорта в мире детства». Сейчас дошкольные учреждения посещают порядка 300 человек. 60 из них – дети с ограниченными возможностями по здоровью. У нас на территории детского сада есть площадка, место отведенное под спортивную площадку, площадью 160 квадратных метров. Но на площадке у нас есть только стойки под сетку и баскетбольное кольцо. Поэтому мы и решили поучаствовать в проекте, поскольку этого недостаточно для полноценного физического развития. Мы хотим оборудовать спортивным инвентарем нашу спортивную площадку. Вот такие дуги для подлазания, бумы для развития равновесия, спортивный комплекс для старших дошкольников с различными элементами лазания, как вертикальных, так и горизонтальных элементами скалодрома и канатных спусков, а также лабиринт для развития координационных способностей детей. В этом году за победу в конкурсе боролись порядка 50 проектов. Грантовую поддержку бичане могли получить по трем направлениям. Это устройство детских спортивных площадок, дворов, парков, организация цветочных клумб и газонов, а также устройство ограждений, дорожек и малых архитектурных форм. По итогу конкурса в числе победителей 36 проектов. Очень жаль, конечно, что мы не смогли обеспечить всех участников полной суммой, которую они рассчитывали и хотели бы. Но, тем не менее, комиссия постаралась выбрать из СМЕД наиболее актуальные моменты. На самом деле, грант – это одна из форм мотивирования людей, мотивировки, чтобы люди что-то предприняли для того, чтобы этот двор или эта площадка стала лучше, краше и интереснее. За шесть лет финансовую поддержку получили порядка 130 проектов. Наш город начал преображаться. В Бийске появились детские спортивные площадки, футбольные поля, а также благоустроили набережную в поселке Молодежный. На этом бийчане не останавливаются и каждый год представляют новые интересные проекты. Кристина Мелехова, Сергей Даровских, Будня.